Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир, конечно же, нет войне. И сегодня у нас старый медведь версии XL от Antonini Knives. На самом деле для меня этот нож в каком-то смысле знаковый. Почему? Потому что я, во-первых, люблю такую классику с тонкими клинками. Работать по продуктам, таким ножом действительно одно удовольствие. Прямо настоящее удовольствие. Плюс имя мое переводится с кельтского как «медведь». И поэтому я сразу же скаламбурил, как только взял этот нож в руки, что это looks like old bear with glass of beer. То есть действительно такой вот у нас мишка. Разные размеры есть. Конечно же, сейчас все скажут, да, это же просто опинель там и прочее, прочее. Но Antonini Knives с вами не согласятся. Они считают, что их старый медведь, он лучше, чем опинель. Я могу сказать, где-то у меня был... А, я маму ли своей задарил опинеля, который у меня был. Вот. Она, кстати говоря, тоже в восторге. Но неважно. Здесь, во-первых, немножко другая рукоять. Кстати говоря, вот конкретно этот ламинат, который я вам сейчас показываю, да, его еще даже нет на официальном сайте производителя. И его, вот по состоянию именно на момент съемки, я не знаю, когда опубликуется видео, но на момент съемки этого ламината еще нет ни на одном сайте. То есть я этот нож привез прямиком с Ивы, с выставочного стенда. И мне очень нравится, как это все сделано. Это действительно так свежо, молодо, красиво. Чисто даже визуально. Мне на самом деле по барабану, насколько там меньше дерева ходит, лучше, не лучше, крепче, не крепче, мне очень нравятся чисто внешне вот эти вот все микровставочки металлические. То есть действительно замечательный такой материал получился. Нож этот, вообще Old Bear, Антонини создал, чтобы отпраздновать 90-летие своей компании. Потому что компания в 1925 году была создана. Соответственно, нам нужно что-то ждать действительно от них великолепного. Через два года, когда будет 100-летний юбилей этой компании. На самом деле Антонини это в основном классика. И плюс еще очень жесткие какие-то вещи, такие конкретные. Они делают в содружестве с дизайнером Томазо Румичи для различных спасательных работ. То есть у них есть несколько моделей фолдеров, которые как бы как обычные, назовем это так, гражданские фолдеры с какими-то спасательными примочками. Так и складные и фиксированные какие-то именно тулы, мультитулы для спасателей. Которые вот Томазо, он их когда придумывает, то вместе доводит до ума со знакомыми своими спасателями. То есть действительно это все пробуется. Это все пробуется на старых разбитых машинах и так далее, и так далее. То есть я очень надеюсь когда-нибудь вас познакомить с этой продукцией Антонини Найвс тоже. Потому что это очень интересно. Но на самом деле вот сам по себе Old Beer, это действительно такая прям итальянская, приитальянская классика. Чем же он лучше Opineli с точки зрения производителя? Это с тем, что вот этот вот Bolster Lock, он как бы более надежен. И он сам по себе лучше, чем... Как же у них называется твой Opineli? Напомните мне, я сейчас выключу камеру и сразу вспомню как обычно. Сейчас не помню, вот как это кольцо у них именно по уму как-то называется. Но не важно. Это у нас Виктор Миллер, который, будучи замечательным нажиманом, просто на дух не переваривает Opineli. Все время их критикует. И бывает за дело, и очень так сильно. Я думаю, что он бы сейчас какую-то реплику бы нам добавил. Кстати говоря, Bolster Lock этот запатентован. И я так понимаю, что как раз таки номер патента вот мы здесь с вами наблюдаем. Окей, в любом случае двурукое раскрытие. И давайте чуть-чуть по ТТХ. Итак, Old Bear XL Antonini Nives. Это самая длинная версия. Дизайн Antonini. Длина 230 мм. Длина клинка 100 мм. Ширина клинка 22,35 мм. Толщина по обуху 2 мм. Прямые спуски от обуха. Что дает нам гарантию того, что это прям будет резак, прирезак, прирезак. Вес всего 60 грамм. Для 4 дюймов клинка, конечно же, это очень мало. Кстати говоря, ламинат этот он легче, чем обычная деревяшка. Сталька здесь Hardened Aisi 420 на 54,56 единиц по шкале Рокова заявленная твердость. То есть мы имеем по сути именно такую кухонную сталь, которую при желании, да, при работе по какому-то плотному там, по какой-то вот этой вот, ну я сразу представил такой вот именно хардовый картон, например. Безусловно сядет быстро, но и поправить его на мусате, я думаю, что дело пары минут. То есть в этом смысле здесь даже не нужно будет заморачиваться с заточкой. Так, рукоять у нас или классический орех, и по-моему они предлагают еще, сейчас не соврать, по-моему еще оливку предлагают. Или всяческие разные ламинаты, причем ламинаты есть там в цвета итальянского флага, там какие-то еще. Но вот я вам показываю исключительную новинку, это действительно дерево ламинированное такими вот, я бы это назвал ламинированное фольгой, скорее всего. Настолько тонкие вот эти вот вставочки. Так, сколько этот нож, конкретно эта модель будет стоить, я вам пока что сейчас, ребята, не скажу, потому что, повторюсь, конкретно эта модель пока что на официальном сайте отсутствует. Ребя, я этим ножом уже поработал. Я вам могу сказать, что, конечно же, это потрясающе. Тебе просто не нужен кухонник, когда у тебя на кармане такой фолдер. Тебе просто не нужен кухонник, когда у тебя на кармане такой фолдер. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok и поэтому вот для меня вот это вот то что я сейчас вам рассказываю это именно это нож который вот но не надо больше ничего он режет классно его поправить легко все ребя я сейчас начну уже совершенно про другое задвигать потому что на самом деле я не знаю сколько осталось дней на момент выхода этого видео но на момент сегодня как я вам сейчас начитываю этот рыбчик мне осталось всего три недели до отпуска который я уверен будет великолепен потому что он будет проходить в одном из самых прекрасных мест на нашей планете и я обязательно старого медведя возьму туда с собой все всем добра всем мирного неба над головой в жопу эту войну я хочу чтобы лето не кончалось я хочу чтобы у всех все было хорошо все спасибо за просмотр всего доброго пока и